Педантичность и практичность это главное, что замечаешь, когда приезжаешь в Берлин. Транспортная логистика, продуманная до мелочей, быт и сервис. Все организовано так, чтобы в первую очередь было удобно. Сами немцы живут по составленному распорядку дня. Вот так просто прогуливаться они вряд ли будут, если, конечно, заранее этого не запланировали. К своему времени они относятся очень бережливо. Все договоренности выполняют с точностью и в срок. Поэтому где, как не здесь, искать новых партнеров. Тем более, что опыт сотрудничества и успешной реализации совместных проектов у немецкого бизнеса в Краснодарском крае огромный. В Германию, самую экономически сильную страну Евросоюза, Краснодарский край привез с собой не только пакет интересных проектов, но и знаменитую кубанскую жару. В зале торгового представительства России просто не справляются системы охлаждения, непривычная для Берлина температура воздуха. Именно теплая погода на протяжении всего года – это одно из важных преимуществ региона. В инвестпортфеле Краснодарского края больше 80 аграрных предложений. Немецким бизнесменам в подробностях рассказывают об экономическом потенциале Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев отмечает, в Германии они ищут гораздо больше, чем просто инвесторов. Принципиально важно, наверное, найти не партнеров, а найти друзей. Потому что если первично будет дружба, то друг не может подвести друга. Если бизнес будет чувствовать в нас друзей, то партнерские отношения, они сами собой будут сложены и, естественно, будут крепкими. И хочу сказать об торгово-экономическом обороте между Краснодарским краем и Германией. Да, мы можем сегодня говорить о том, что он растет, но недостаточно для того, чтобы полностью отражал возможности сотрудничества бизнеса Краснодарского края и Германии. По итогам 2017 года он достиг цифры 380 миллионов долларов. То есть, понятно, рост налицо, рост мы видим. Но давайте для примера, я скажу, что торгово-экономический оборот с Турцией равен 1 миллиарду долларов. И вот здесь мы должны понимать ту нишу, которую сегодня немецкий бизнес может занять в экономике региона, где мы можем максимально совместно делать экономику и для немецкого бизнеса, конечно, экономику для Краснодарского края. Но в долгих представлениях Кубань не нуждается. В Германии о Краснодарском крае знает много. Да и успешно работают на территории региона около двух десятков предприятий с немецкими инвестициями. Недавно в Краснодаре свой юбилей отметила компания Клаас, которая вот уже 15 лет производит сельхозтехнику в краевой столице. В середине 90-х на Кубани стройматериалы изготавливает и знаменитая фирма Кнауф. В Германии хорошо знают Краснодарский край, этот богатейший регион России, житницу России, ворота Южной России с огромными возможностями как в сельском хозяйстве, так и в производстве. Я уже не говорю о богатейшем черноморском ресурсе. Мы рады, что мы начинаем, и Краснодарский край начинает свою работу именно в Германии, потому что немецкий бизнес очень хорошо знает Россию. И мы признательны немецкому бизнесу за то, что они нашей стране верны. Но даже те, кто еще только в раздумьях вложит ли свои инвестиции в предприятия Кубани, они не просто наслышаны. Заинтересованность в южном регионе России у немецкого бизнеса достаточно высока. А введенные санкции, кажется, только ее подогревают. На Кубани я бывал довольно-таки часто. Вы знаете, я вижу, что в Краснодаре огромное количество немецких компаний. И они так много лет успешно работают там. И это о многом говорит. Но что мне особенно нравится, так это атмосфера в Краснодарском крае. Меня каждый раз поражает это гостеприимство. Причем как со стороны простых людей, так и руководство региона. Знаете, я даже чувствую себя на Кубани как дома. И действительно, Кубань готова ответить гостеприимством всем заинтересованным иностранным инвесторам. Для реализации бизнес-проектов обещают создать самые комфортные условия. Тем более, что выбор, куда можно выгодно вложиться, огромный. Туристический кластер, промышленность, инновационные технологии. Конечно, мы рассматриваем любые инвестиционные инициативы и открытые к диалогу. Но при этом нам есть, что предложить инвесторам в самых разных отраслях экономики. У нас создан реестр инвестиционных предложений, который включает более 500 проектов и площадок для инвесторов. Мы всего лишь даем возможность немецкому бизнесу самому сориентироваться и посмотреть там, где он видит выгодные приоритеты совместного экономического сотрудничества с Краснодарским краем. Где та самая свободная ниша, куда можно зайти с инвестициями, о гарантии безопасности инвестиций, гарантии того, что бизнесу будет комфортно и удобно развиваться в Краснодарском крае. Здесь гарантирую я лично, естественно, моя команда. Все, что делаем мы, я как губернатор политики, бизнес, мы должны думать о том, не о своей амбициозности, и не о своем самолюбии или принципиальности, а о том, что все, что мы делаем, скажется на людях, на жителях, которые ожидают и от бизнеса, и от политиков, и от губернатора просто хорошей человеческой жизни, условий. Это, наверное, основное, что должно нами двигать. Именно только вот это, потому что в противном случае все, что мы делаем, будет ничего не стоить ровным счетом. В то же время региону есть что экспортировать, но чем сто раз об этом услышать, лучше один раз попробовать. Кубанский вино начинает уверенно завоевывать мировой рынок. Белое, красное, игристое – в виноделии одна из самых перспективных отраслей для инвестиций. И в этом, кажется, уже уверены и сами немецкие бизнесмены. Очень хорошее сухое вино, и как по аромату, так и по качеству. Девичьи слезы прекрасные. Но прочувствовать весь колорит Краснодарского края без песен невозможно. Обычно сдержанные в эмоциях немцы не смогли скрыть впечатлений, когда запел кубанский казачий хор. Насколько урожайной оказалась встреча с немецким бизнесом, говорить еще рано. Но уже сегодня было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Компания «Русанкер», которая изготавливает струй материала, открывает свое первое предприятие в России. И работать оно будет на Кубани. Мария Крошина, Денис Москаленко, Кубань, 24, Берлин, Германия.